Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов. Вы на моем канале Комменбайз. Сегодня довольно холодно, поэтому пришлось одеть куртку, шапку, потому что реально холодно. Здесь будет стоять две задачи. Первый поставить дымоход для камина и для твердого капла. На дальнем фоне вы видите за скатом труба одна кирпичная и здесь вторая. Сейчас я вам покажу по каминной трубе такая вот штроба классическая для кирпичной кладки. Что я буду делать? Я поставлю одну прочистку внизу, поднимусь на участок трубы и выведу еще один тройник горизонтально вот сюда. Пройдем через газосиликат и у нас труба для камина будет где-то в районе на высоте 2-2,2 метра. Это нормальная высота, это оптимальная высота именно для камина. И вот такая котельня. Здесь такая же ситуация. Оставили штробу. Здесь такая же классическая система через тройник. То есть здесь мы только будем подгонять. У нас котел где-то в районе метра будет. Здесь тройник под 45 градусов будет. Заказчику сначала продали тройник под 90 градусов, но нет, я его забраковал. Тройник под 45 градусов, а под прочистку, конечно, под 90 градусов. Прочистка должна быть обязательно. Сейчас я нахожусь на крыше. Погода меняется, нет. Смотрим, вот эта труба. Она выводится примерно на 70-80 сантиметров выше кирпичной кладки. Для чего это делается? Во-первых, для того, чтобы выйти за общий грибок. Выйти за общий грибок. И смотрим. Грибка нет. Тоже для чего это делать? Для того, чтобы дым выходил вверх. Если вы ставите на твердотопливном котле грибок, все, вся гадость, которая будет течь с него, она будет течь у вас по трубе. Потом это все будет стекать на общий грибок. И с общего грибка потом будет все стекать на вниз-вниз-вниз. То есть будет металл поврежден, никуда вот этого не денетесь, коррозия появится. И, конечно, внешний вид, думаю, будет отвратительно. Поэтому на твердотопливных котлах обязательно грибки ни в коем случае не ставьте. Запомните, это раз. А во-вторых, они по строительной республике Беларусь запрещены. Но я считаю, что это правильно. Все, вот это кольцо уплотнение потом поднимется выше. Оно станет вот сюда. Когда общий грибок поставим, и колечко пустится вниз. И труба, конечно, отцентрована. Вот такое крепление поставил вверху. Задача, которая стояла передо мной, я выполнил. Задача стояла в следующем. Предусмотреть дымоход, установить вот таким образом, чтобы далишим поставить стекла топливного котла. Так как котла нету, еще вокруг смотрим. Тишина. Ни окон, ни дверей. В среднем высота патрубка вот этого где-то один метр котлов, которые задние выходы. Я не говорю высокий котл, там стропово и тому подобных. Но стандартные котлы где-то в районе одного метра. На площадь, которая там 24-25 киловатт. Смотрите, что, во-первых, было сделано. Вот эти два угла, они поставлены не 90 градусов, а под 45 градусов. Для чего это делается? Для того, чтобы удар вот сюда сильный не был одновременно, когда воздух поступает. Потому что дым, он должен уходить плавно. И в этом исполнении он будет уходить плавненько и заворачивать. И здесь еще под 45. То есть сопротивления у него не будет. И когда вы открываете дверку, вот это вот опрокидывание пламени, опрокидывание дыма, оно возможно будет. Но я сделал все для того, чтобы этого исключить. Потому что очень неприятно, когда вы открываете дверку и опрокидывание происходит. Ну, это все из-за этих мелочей. Потому что не 45, а 90 стоят. Тройник не под 45 урезан, а под 90 градусов. Вот из таких мелочей складывается как бы в дальнейшем мнение о том, о котле в первую очередь, и как работает котел. Здесь вопросов не будет, потому что я со своего опыта уже, слава богу, бывает такое, что вот эти вот углы, да, они работают неправильно. Почему? Потому что вот здесь трехсегментный плавный переход. Если вы возьмете двухсегментные углы и соедините друг с другом, это то же самое, что вы поставили бы угол 90. Там может немножко разница будет, но это несущественно. Разница будет, еще раз смотри, если здесь трехсегментные углы будут стоять, потому что пламя уходит плавно. Обязательно все шахты должны быть загильзованы. Не важно, керамзитобетонная, газосиликатная, кирпичная, не важно с какого материала, они все должны быть загильзованы. Для чего? Потому что у вас в процессе эксплуатации будет течь конденсат, вы от него никуда не денетесь. Что делаю я? Я делаю, смотрим сюда. Видите? Вот это вот называется прочистка. И конденсат, который будет течь, он будет весь течь в нижнюю точку. Он не будет проходить через соединение. И еще, да, по соединению. Вся система собирается как водосточка, то есть по конденсату. Это обязательно. Без этого никак. Если вы соберете по дыму, рано или поздно вы все равно поменяете дымоход. Вернее, вы его пересоберете, потому что конденсат на счету у вас есть снаружи. Обязательно. И еще. Почему я этот тройник поставил, объясняю. Это прочистка. Вот она. Для того, чтобы можно было открыть. Для того, чтобы можно было вот так вот заглянуть. Увидеть небо. Видим. Достаем. Обслужить дымоход. Конечно, это очень важно. И все. И спать спокойно. Потому что, когда терно-топливный котел, это основное отопление дома, то стоит ряд вопросов. В первую очередь, это прочистка, которой надо думать. Все. На этом буду свое видео заканчивать. По камину, скорее всего, я вам покажу в следующем видео. Там тоже принципиально отличий не будет. Примерно то же самое. Только будет горизонтальный участок. В силу определенных ограничений, в которых я работаю. Все. С вами был Дмитрий Михайлов. Коммент бай. Подписывайтесь на мой канал. Конечно, заказывайте меня монтаж дымоходов. Я работаю в Республике Беларусь, город Минск. Выезжаю в регионы. Но при определенных условиях. Пока. Субтитры подогнал «Симон»